Друзья, у нас уже на связи Мурат Газаков, житель Южной Кореи, фрилансер, который, как мы прочитали в Инстаграме, планирует за 22-й год 10 удаленных профессий освоить. Мурат, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за рекламу. Сколько из 10 уже удалось за январь? За январь? Ну, ни одной. Все, к успеху идем. В январе мы все примерно такую эффективность имеем. Расскажите, в каком городе сейчас находитесь, сколько у вас времени, так бодро, весело, там люди уже на пробежке, молодцы какие. Все, как в львовских фильмах, где с детьми бегают люди. У нас 9 часов, я нахожусь в городе Сунь-Чхон. А как вы там оказались? Жилишь в Красноярске, нормально все было? Что, в 83-й не туда уехал или что? Случайно как-то, да. Просто захотел сменить обстановку, искал работу на севере, вот, и нашел на юге работу здесь, через агентство устроился. Но уже работаю сам, без агентства. Что это за работа, какая сфера? Сейчас я работаю на заводе, упаковываю пленку. А вообще, если так, очень много было разных вакансий. Я и на рыбной ферме работал, и в море, хотя я не умею плавать. В общем, было очень весело, очень много такого опыта. Вот про веселье. Расскажите нам, пожалуйста, насколько весело сейчас в Корее в плане ограничений, в плане новой волны коронавируса. В России каждый день новые рекорды, больше 100 тысяч ежедневно уже фиксируют заболевших. Как у вас дела? Да, омикрон. Да, у нас тоже все эти страшные вещи, всех пугают. У нас омикрон уже, ну, для сравнения у нас было тысяча человек в день. Это было очень много, это были рекорды. Потом 7 тысяч, и сейчас уже 17 тысяч, это вот было буквально два дня назад, уже 17 тысяч заболевших. Это, ну, типа, очень много. Проблема в том, что у них вообще 80% населения вакцинировались. И у них была такая программа «Жизнь с ковидом». Это было осенью. Они, то есть, они хотели как бы представить, что ковид – это как ОРВИ, у нас уже все вакцинированы, давайте будем жить с ковидом, как обычно мы раньше жили. Но сейчас пошло не так, а потом еще и омикрон, ну, и теперь, получается, опять ограничения, опять QR-коды. Ну, я... Да. Умеете? Можете что-нибудь по-корейски сказать? Доброе утро, Красноярск. Покажи QR-код на корейском. На корейском, да, покажи QR-код. Я вообще не разговариваю на корейском, если честно. Я могу сказать «они осаео». И для того, как я говорю, я очень грубо говорю, то есть у нас язык русский, он грубый. И корейцы, бывает, даже маленько шугаются от моего говора, я не знаю, почему это происходит. А какие ограничения в итоге сейчас есть после ужесточения всех мер? Так, ну, сейчас у нас мы можем встречаться с людьми, не более шести человек в одном помещении. Все носят маски. Даже у себя дома? Даже у себя дома, да. Там много было смешных мемов, там, как это может происходить. Если, допустим, семья из четырех человек, как им не встречаться больше шести? Вот. Ну, все носят маски, это было всегда. То есть они как-то уже к этому привыкли, потому что у них до этого тоже были коронавирусы разные. То есть у них уже есть большой опыт. И люди сами даже в очереди выстраиваются, там, на вакцинацию. То есть они такие, то есть им не надо там что-то говорить, куда вставать. Они уже сами все знают. И вот таким образом происходит. Сейчас у нас, получается, допустим, я ходил в спортзал, и сейчас нужен теперь QR-код с ноября для спортзала. Теперь я уже... и все. Закончится спортивная деятельность. Карьеру спортивную закончил, Мурат. Да не надо. Мурат, расскажите о бытовых каких-то вещах Южной Кореи. Интересно, допустим, вот, насколько дорого там жить в целом, да. Аренда жилья, продуктовая там корзина какая-то. Хлеб сколько стоит? Греча. Да, вот как раз хлеб стоит 250 рублей. Я тоже не всегда к этому могу привыкать. Но да, еда очень дорогая. Еда и медицина здесь дорогая, но жилье, ну, можно найти студию за 20 тысяч, как у нас, в принципе. Ничего особо не отличается. Вот. Ну, а по бытовым рестораны тоже дорого. В кинотеатры я не хожу, поэтому я особо так здесь как бы справляюсь. Было что-нибудь, что удивило после переезда? Какая-то деталь быта, какое-то устройство, какой-то части жизни? Что вот прямо русскому человеку режет глаз? Ну, честно сказать, много чего. Наверное, вы знаете, что азиаты немножко беспардонные. То есть, например, часкань за столом – это самое милое, что может произойти, когда вы кушаете с корейцем. Поэтому подробностей говорить не буду. Часкань – это нормально. А мне интересно подробности. То есть они не сдерживают себя, да, Мурат, получается? Да, да. В глаз полюнет тебе, что ли? Да, все, что хочешь. Отрыжка, не знаю, может быть. А, мая. Это цветочки, да. Вот так вот, Катя. Отпетит я много себя распортил. А в Корею сейчас можно вообще попасть? Ну, то есть открыто. Я не знаю, Мурат, можно вам задам этот вопрос? Можно ли прилететь сейчас в Корею, в Южную Корею? Мне сегодня вечером. Мне, да, вылеты открыты. Сейчас только по визе. Если вы студент Корейского университета, то приезжайте. Ну, и нужно будет осеть от карантин. Вот. А туристы уже не приезжают. То есть нужна виза. Например, каждый из Узбекистана спокойно приезжает. И домой к себе уезжают, потому что они студенты. То есть тут как-то у них все проще. До пандемии, допустим, для россиян был безвизовый режим на три месяца. То есть можно было не делать визу и спокойно здесь жить, гулять, работать. Ну, и в завершении, в чем главный же плюс жизни в Корее? Почему там вам сейчас хорошо? Ну, все очень просто. Тут деньги. Большой уровень жизни. Ну да, все логично. Спасибо, Мурат. Мы приедем. Сегодня вечером мы станем студентами Корейского вуза. Да, будем поступать. Спасибо большое, Мурат Газаков. Сегодня проснулся пораньше, подготовился. Тоже на пробежку вышел и смог пообщаться с нами. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok